Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина и сегодня мы пообщаемся с Татьяной Пауль, министром экономики Хакасии. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. В Абазии, вершине Теои, не так давно завершила работу комиссия из Москвы. Расскажите, каковы итоги ее работы? Да, действительно, в конце ноября к нам приезжала правительственная комиссия под руководством директора фонда Моногородов Криволкова Ильи Викторовича. Основная цель их комиссии была посмотреть наши моногорода, которые в конце октября месяца перевели со второй категории в первую категорию моногородов. И они выехали посмотреть, насколько проведена работа правительством Республики Хакасия, насколько у нас плотно проводится работа с субъектами предпринимательства, для того, чтобы в дальнейшем они могли реализовать свои проекты на территории монопрофильных населенных пунктов Абазы и Вершины Теои. И мы встретились также и в Вершинтеои, и в Абазе именно с субъектами предпринимательства, которые как осуществляют там бизнес, которые и также и планируют осуществлять там свою деятельность. Субъектов бизнеса мы показали, они с ними пообщались и уже сказали свое решение о том, что действительно эти муниципальные образования не настолько критичны. То есть да, действительно там есть такая сложившаяся ситуация, есть градообразующее предприятие, которое в Вершине Теои у нас уже закрылось, Абаза еще работает, и мы надеемся на дальнейшую ее работу. Ну вот сложилась такая ситуация, что нужно проводить диверсификацию экономики. Поэтому мы целенаправленно работаем с субъектами бизнеса, и комиссия сказала, что да, действительно есть варианты решения вопросов. Но основная идея, мы все-таки планируем туда заводить крупный бизнес, и сейчас с крупным бизнесом мы плодотворно работаем планомерно. Ну а какие варианты вы видите вообще по выходу из сложившейся ситуации? Какие разрабатываете? Первый вариант – это мы в рамках фонда развития моногородов предполагаем привлечение федеральных средств на именно обеспечение инфраструктурой субъектов бизнеса, которые будут вновь зарегистрированы на территории данных муниципальных образований. Соответственно, новый бизнес – это новые созданные рабочие места для населения, которое было сокращено, если рассматриваем вершину Теои, то есть Ковородника. И также мы рассматриваем создание в данных муниципальных образованиях территории, приезжающей социально-экономического развития. Бизнес, который зайдет резидентами в данную территорию, будет иметь хорошие преференции, в том числе это налог на имущество, налог на землю, страховые выплаты и налог на добычу полезных ископаемых. У нас эти поселки раньше были во второй категории моногородов, сейчас они перешли в первую категорию моногородов. Для чего это? Почему они так стремились войти в эти списки? Ну вот как раз той поддержки, которую я сейчас вам рассказала о фонде развития моногородов, это инфраструктурные объекты, привлечение федеральных средств и создание территории, опережающей социально-экономического развития, она может создаться только в монопрофильном населенном пункте первой категории. Для этого мы в кратчайшие сроки, буквально за три месяца, переводили их со второй категории в первую категорию. Территория опережающего развития тоже не всем понятен этот термин. Что он обозначает? Какие конкретные преференции он дает людям, проживающим на этой территории? Людям, проживающим на этой территории, особых преференций никаких не будет, за исключением того, что будет созданы большое количество новых рабочих мест. В основном преференции идут только для субъектов бизнеса, которые будут осуществлять эту деятельность на данной территории и которые будут резидентами этой территории. Это вот, как я сейчас повторила, это преференции именно по налогам. То есть, если мы вот так вот предварительно считали, что для одного субъекта бизнеса в среднем 25% по налогам будет сокращение. То есть, меньше будет платить налоговых, меньше налоговой нагрузки будет именно на 25%. Какая работа сейчас проводится с теми, кто уже потерял работу? У нас в Вершинотёйском постсовете создана рабочая группа под председательством заместителя главы Республики Хакасии Ирины Геннадьевны Смолиной. На каждого уволенного и на каждого члена семьи, кто работал на Тёйском руднике, заведены социальные паспорта, где прописаны полностью все необходимые требования, куда в перспективе планирует устроиться специалист тот или иной, какие им есть необходимые условия, может быть, детский сад, школа или еще какие-то моменты. То есть, эти социальные паспорта составлены на каждого сотрудника, на каждого члена семьи. Что касается Министерства экономики, то у нас специалисты Министерства и специалисты Республиканского центра поддержки предприятийства практически в ежедневном режиме находятся в Вершинотёйском постсовете и проводят консультации именно с людьми, которые уже уволены. Консультируют, какая может быть оказана поддержка людям, если они зарегистрируются как субъекты бизнеса. У нас создана и реализуется программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства. На 2015 год мы уже двум субъектам предпринимательства с Вершинотёй оказали поддержку грант начинающим в размере 500 тысяч рублей на создание и развитие бизнеса. И вот предприниматель по деревообработке, который прошел Совет развития, и его проект признали приоритетным, он получит грант в размере 3 миллионов рублей на поддержку. Именно специалисты Министерства экономики разъясняют условия людям, которые планируют в дальнейшем зарегистрироваться как предприниматели, какую поддержку в рамках программы можно получить, какие необходимо обеспечить условия для направления заявки на тот же грант на начало бизнеса. 500 тысяч рублей – это тоже немаловажно. Но в любом случае всем людям надо понимать, что для того, чтобы начать свой бизнес, нужно что-то вложить свое. Поэтому у нас, конечно, люди приходят, вот дайте нам денег, мы хотим бизнес свой делать. Но мы объясняем, что в любом случае нужно обеспечить софинансирование. Оно небольшое, но нужно его обеспечить. То есть это одно из условий. В том числе у нас в рамках программы есть другие мероприятия. Это субсидирование процентных ставок по кредиту, если вы берете кредит именно на предпринимательскую деятельность. Это лизинг, субсидирование первоначального взноса 100%, кроме этого субсидирования по платежам по лизингу, субсидии по приобретению оборудования. То есть все эти мероприятия доступны для субъектов бизнеса, которые уже осуществляют свою деятельность. Мы проводим консультационную информационную поддержку в этих населенных пунктах. Кроме этого, сейчас у нас еще в рамках МСП-банка одобрен лимит 70 миллионов Хакасскому муниципальному банку, где можно получить кредит именно предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность на территории моногородов. Получается кредит под 13,5%, не более чем на 7 лет, до 60 миллионов. Вот сейчас мы уже с двумя предпринимателями работаем в данном направлении. Но люди из небольших населенных пунктов, их мышление отличается сильно от жителей больших городов, и зачастую начать свое дело они не хотят бояться. Вы не боитесь, что из-за этого планы по развитию всех этих населенных пунктов просто пойдут прахом? Как я уже сказала, мы нацелены не на малый бизнес. Малый бизнес, естественно, это будет. Но мы в том числе нацелены на крупный бизнес и средний бизнес. То есть мы хотим завести туда большие проекты, которые обеспечат хорошую занятость населению, которые обеспечат хорошее поступление налогов в бюджет, и которые обеспечат дальнейшую деятельность, в том числе предприятия и работу населения. Есть уже конкретные примеры новых предприятий? Ну, что касается вершины Тёи, в любом случае мы будем говорить, что это спортивно-туристический кластер. Мы нацелены на то, что там будет развиваться именно гостиничная инфраструктура, именно вся инфраструктура для спортсменов, которые будут приезжать туда и тренироваться. Кроме этого, на базе Тёйского рудника уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые планируют туда зайти и которые планируют реализовать свое производство. Сейчас уже там механический цех взят в аренду, а пока на данный момент планируют трудоустроить около 40 человек, но это в перспективе, то есть они планируют расширять. Кроме этого, сейчас также ведем работу, что там недалеко есть золоторудные предприятия, которые также могли бы зайти на вершину Тёй и также реализовать свои проекты. В Абазе тепличный комплекс, который планирует свою модернизацию, мы с ними также ведем переговоры по дальнейшему развитию. Кроме этого, промперсонал — это производство навесного оборудования, с ним также ведутся переговоры. Ну и сейчас рассматриваем, есть идея, которую нам также предложила наша правительственная комиссия — рассмотреть проект «Баранина Хакасии» и с размещением его в Абазе или Вершине Тёй. Поэтому сейчас мы рассматриваем проект интересный, с учетом создания территории, приближающего социально-экономического развития, очень хорошие преференции. И этот вопрос сейчас мы прорабатываем. То есть перспектива у этих населенных пунктов есть? Перспектива есть. Главой республики задача поставлена, мы стараемся ее выполнить, поэтому активно ведем переговоры со всеми крупным нашим бизнесом республиканским, чтобы они заходили туда со своими проектами. Кроме этого, интересуется и бизнес с Красноярского края, и республиканского уровня, у которого есть бизнес на территории республики. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы.